В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. 25-летний юбилей отметил районный конкурс елочной игрушки «Праздничный наряд для лесной королевы». На елках всегда очень-очень много елочных игрушек, и мне очень понравилась эта идея. Жители дома номер один по Жуковскому проезду уже много лет испытывают проблемы в зимний период, как прошла встреча с представителем управляющей компании. Вот сейчас мы необходимые документы принесли на собрание. Мне нужны жители инициативные. В Центральной Видновской библиотеке открылась выставка художницы Елены Картаевой, под названием «Рождественское путешествие». Наверное, я пытаюсь создать такой волшебный мир, в котором мы могли бы жить, если бы имели право выбирать. Начнем наш выпуск с репортажа, который прислал наш мобильный репортер. В преддверии новогодних праздников в организациях и учреждениях Ленинского городского округа проходят всевозможные праздничные мероприятия. День открытых дверей в ГИБДД превратился в веселый концерт. Поздравить сотрудников госавтоинспекции, а также тех, кто в этот день решил посмотреть на работу подразделений изнутри, пришли учащиеся в Винновского лицея. Они презентовали коллективу ГИБДД собственными руками сделанный светофор и концерт, состоящий из нескольких песен и танцев. Перед концертом для ребят провели небольшую экскурсию, где показали работу отделов и групп, дали примерить форменное обмундирование и даже прокатили на служебном транспорте. Лицеисты, в свою очередь, подняли полицейским настроение своим выступлением. В память о дне открытых дверей все ребята получили новогодние подарки. 25-летний юбилей отметил районный конкурс елочной игрушки «Праздничный наряд для лесной королевы». Сотни детских подделок удостоились наград. Подарком для участников стал сказочный спектакль, премьера которого состоялась в Доме культуры, где побывала и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже Юлии Погосян. Популярность конкурса «Праздничный наряд для лесной королевы» растет с каждым годом. В этот раз к нему присоединились около 30 образовательных учреждений Ленинского городского округа. Новогодние подделки участники делают целыми семьями. От мелких декоративных экибан до самодельных рождественских вихлеемов. Традиционно самая популярная номинация – елочная игрушка. На елках всегда очень-очень много елочных игрушек, и мне очень понравилась эта идея. Как ты долго ее делала и с кем? Мне мама помогала. Делала я ее по-среднему долго и нет. Популярность набирает и номинация «Новогодняя открытка с авторским поздравлением», которая была введена на конкурсе только год назад. Организаторы отмечают, что это была хорошая идея, и детям она приглянулась. Всего же участников в этом году было рекордное количество – 885 человек. А гран-при удостоилось 66 ребят. Начинаем церемонию награждения. На сцену приглашаются обладатели гран-при. И на него – это «София». Мамы с вами продолжаем аплодировать. Этот год для конкурса юбилейный. Ему исполнилось 25 лет. Торжественная часть мероприятия началась с подведения итогов за все эти годы. А после на сцену вышли артисты Центра детского творчества. Импульс, чтобы показать ребятам премьеру нового новогоднего спектакля «Тайна елочной игрушки». Были и Дед Мороз со Снегурочкой, и сказочные герои. Дети и их родители остались в восторге от увиденного. Очень интересно. Там была очень хорошая история. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как клоун Диндон помогал Снегурочке. Мы вообще на таком мероприятии первый раз. Нам все очень понравится. Спектакль, все замечательно. По мнению организаторов, 25 только начало. И с каждым Новым годом конкурс будет собирать вокруг себя еще больше творческих семей. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. ВиднетВ. Новогодние каникулы – период, когда опасность возникновения пожаров серьезно возрастает. В связи с этим мы пригласили к нам в студию заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Олега Савченко. Здравствуйте, Олег Викторович. Давайте напомним жителям о мерах пожарной безопасности в преддверии продолжительных новогодних и рождественских праздников. Давайте напомним. Мы отмечаем, что в период новогодних праздников возникает и увеличивается риск возникновения пожаров, потому что люди находятся все чаще в своих домовладениях, квартирах. И поэтому советуем необходимо установить в своих помещениях автономные пожарные извещатели, которые работают от батарейки и позволяют в случае возгорания или возникновения задымления своевременно просигнализировать и принять меры для своевременной эвакуации. Также укомплектуйте свое жилье первичными средствами пожаротушения, самые пресловутые обыкновенные огнетушители. Необходимо не перезагружать и не устанавливать много электрических приборов в одну розетку. Это приводит к нагреву электросети и к возможному воспламенению потом изоляции. Необходимо соблюдать также меры безопасности при пользовании газовым оборудованием. Также необходимо ужесточить контроль за детьми, потому что в праздничный период дети иногда остаются сами по себе, родители празднуют, и детская шалость с огнем приводит к непроповимым трагическим последствиям. Не допускать розжига печей при помощи горючих жидкостей, это может также провести к объемной вспышке, к возгоранию вечной обстановки вокруг камина или печи. Запрещено также пользоваться печами и каминами, в которых имеются сквозные трещины. Это может привести к выходу угарного газа наружу в помещение. И в случае, если вы будете спать, да, и жители, это может повести к как раз трагическим последствиям. И рекомендуем за два часа до сна прекращать топку печей, чтобы печь могла спокойно остыть, и это не приведет уже к каким-то опасным ситуациям. И, конечно, общая рекомендация перед отопительным сезоном, необходимо очищать дымоходы от сажи. Ну и сейчас это сделать еще не поздно. Ну, есть еще одна серьезная причина возникновения пожаров, это, собственно, пиротехника. Какие меры необходимо соблюдать гражданам при обращении с пиротехникой? Общая рекомендация, во-первых, приобретайте пиротехнику в стационарных магазинах, не на открытых лотках. На самом пиротехническом изделии прописана на русском языке инструкция по безопасному запуску ее, инструкция по утилизации, опозначены сроки годности и кто производитель. Если этого нет, это явный признак контрафактной продукции, и ее применение как раз может повлечь к травмированию того человека, кто будет ее использовать. Запуск пиротехнических изделий бытового назначения допускается на расстоянии не ближе 30 метров от строения сооружений и от самих зрителей, кто будет смотреть за данным запуском. Запрещен запуск пиротехнических изделий с поврежденной упаковкой. Это тоже может быть таким фактором, послужить для травмирования. И с явными признаками воздействия влаги на упаковку. В одном из изделий может указано, что в течение 20 секунд горит витиль. Если вы подожгли, он может сработать раньше. Вы не успеете отойти на безопасное состояние, тем самым получить какую-то травму. Ну и помните, что пиротехнической продукции уцененной не бывает. Если это уценка, значит она уже пришла в негодность. Я надеюсь, что наши зрители послушают ваших советов, тем более, что это касается их безопасности. Ну теперь немножко, наверное, к приятному. Пару минут этому посвятим. Сегодня День спасателей МЧС в России. Во-первых, мы поздравляем вас. И вы имеете возможность обратиться к своим коллегам. Хотел прежде всего поздравить и ветеранов, и своих коллег. С Днем МЧС отмечаем 29-ю годовщину. Пожелать всем здоровья, благополучия, успехов. Ну и с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Берегите себя. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Олегом Савченко. К другим новостям. На встрече представителя управляющей компании с жителями дома номер один по Жуковскому проезду поднимался важный вопрос, волнующий абсолютно всех собственников квартир этого дома. Какой? Расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Жители дома номер один по Жуковскому проезду уже много лет испытывают проблемы в зимний период. В квартирах холодно, на стенах из-за высокой влажности появляется плесень. Наконец наступила ясность в решении этого вопроса. На встрече организованной управляющей компанией ЖКХ жильцам было объявлено, что уже в следующем году запланированы работы по капитальному ремонту дома, в том числе утепление фасада. К этим работам любой подрядчик, тот в самом числе и фонд капитального ремонта, может приступить только тогда, когда будет протокол собрания собственников. Вот сейчас мы необходимые документы принесли на собрание. Мне нужны жители инициативные, которые думают о своем доме, чтобы внести их в совет дома. По действующему законодательству от жителей требуется выбрать совет дома, который проведет поквартирный обход и соберет подписи в поддержку будущего ремонта. Депутат по данному округу Олег Федоров не понаслышке знает о необходимости утепления фасада дома, жильцы которого неоднократно обращались к нему за помощью. Сейчас все зависит от жителей. Вот как они проявят себя, насколько быстро они смогут собрать подписи у своих соседей, тем быстрее приступят к работам. То есть сейчас все зависит только от них. Все, что необходимо было – помощь в проведении собрания, помощь в включении в программу – все это было сделано. Фасад здания будет утеплен плитами «Суфтермоленд» по аналогии с домами на советском проезде. Сейчас же на стыке панелей можно заметить замазанные швы, но и они уже все в трещинах. Алексей Сорокин три года назад вместе с семьей переехал в этот дом. С тех пор он не раз обращался в управляющую компанию. Вместо соблюдения технологий для того, чтобы все это почистить, и заново все проложить и покрасить. Нам просто сверху помазали краской. Но это ничего не дает. Стены также сыреют. Если сейчас пройти в квартиру, то можно приложить руку и увидеть. Проблема не в швах, а проблема в панелях дома. Я надеюсь, что все-таки жители немножко как-то сплотятся, и мы выберем совет дома. И шагнем вперед. После проведения собрания собственников протоколы должны быть переданы в администрацию и госжилинспекцию. Затем фонд капитального ремонта объявит, когда начнутся работы. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной Видновской библиотеке открылась выставка художницы Елены Картаевой под названием «Рождественское путешествие». Портреты, пейзажи, бытовые и философские зарисовки – всего 28 картин. Познакомиться с экспозицией ее автором отправилась и наша съемочная группа. Выставка Елены Картаевой, открывшаяся в Видновской библиотеке, называется «Рождественское путешествие». Здесь можно прогуляться по Москве, Выборгу, а также заглянуть во внутренний мир художника. Нейрофизиолог и социальный психолог по образованию, консультант по управлению по профессии и художник в душе Елена Картаева серьезно занялась живописью лишь пять лет назад. Я зарабатывала деньги, занималась серьезными вещами, но наконец решила, что пора прекратить жить как положено и надо жить как нравится. И вот стала рисовать. Начала с пастели, а затем увлеклась рисованием акриловыми красками. За пять лет она создала около ста картин акрилом и более пятисот пастелью. Наверное, я пытаюсь создать такой волшебный мир, в котором мы могли бы жить, если бы имели право выбирать. И в каком-то смысле это продолжение моей работы управленческим консультантом, потому что там я занималась развитием территорий и хотела, чтобы люди жили в тех городах, которые им нравятся. А теперь я пытаюсь эти города нарисовать. На открытии выставки, после небольшого рассказа о себе и своем творчестве, Елена Картаева подарила библиотеке свои книги, где выступила как автор и иллюстратор. Одна из них под названием «Место действия» рассказывает о том, как создавать в городах точки притяжения людей, которые, по мнению автора, и делают населенные пункты живыми и развитыми. Мы обязательно в наш фонд это все возьмем, и ты подпишешь обязательно. И, пожалуйста, приходите, читайте. В экспозиции 28 картин, портреты, пейзажи, бытовые, философские зарисовки. Для Елены это уже вторая по счету выставка. Идея познакомить видновчан с ее творчеством родилась спонтанно. У нас всегда так получается, что хорошие люди притягиваются друг к другу. И так получилось, что у нас оказывается общий знакомый. Она познакомила нас, и буквально выставка родилась за два дня, что удивительно. Каждая выставка создает свое настроение. То настроение, которое сейчас здесь, оно как-то очень соответствует нынешнему времени, преддверии Нового года. Яркое, радостное. Приходишь, и глаз просто приковывается к этим картинам, к этому многообразию красок. Елена любит путешествовать и из многих своих поездок привозит идеи для творчества. Вот, к примеру, самый старый дом в Выборге, который построен аж в 15 веке. Сложно поверить, но в нем до сих пор живут люди. Впрочем, каждая картина примечательна по-своему. Мне очень нравится, как названия устроены. Там некоторые названия. В общем, пока не посмотришь на картину и с названием сопоставишь, появляется, знаете, новый смысл какой-то. То есть сразу понятно, что автор заложил что-то еще в картину, дополнительно к тому, что можно увидеть с первого взгляда. Это очень смело, креативно, необычно. Здесь, так как я знаю, что Елена, что они многое путешествуют, да, и у нее прекрасная семья, и все это выражено в ее картинах. Оценить экспозицию можно в часы работы библиотеки до середины января 2020 года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Фитнэйтв. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова